Зимние заморы – не редкость для нашего региона. Замор рыбы, то есть массовая гибель, наступает от удушья в результате кислородного голодания, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислородом. Замору в той или иной степени подвержены практически все мелкие водоемы, в которых отсутствует течение. На замор опасных водоемах, резервных, проводим противозаморные мероприятия в виде бурения лунок, вставления камушитовых сноб для поступления кислорода под лед, чтобы рыба дышала. А сколько примерно будет лунок? Лунок? Ну здесь по площади, здесь гектар 10, здесь где-то примерно 50 лунок будет говорить. Специалисты отмечают, что в прошлом году весной на так называемом Коровьем озере, которое находится в Заречном, такие факты отмечались. Происходит это из-за того, что на некоторых водоемах низкий уровень воды, с понижением температуры увеличивается толщина льда, и некоторые могут промерзнуть до дна. Резервные водоемы – это находится как в ведении местных исполнительных органов. Соответственно, с сегодняшнего дня и в зимний период, скажем так, эти мероприятия, они не разовые, они будут проводиться на постоянной основе. Цель, я уже сказал, чтобы предупредить лунки, в зависимости от площади водоемов. То есть, чем больше, тем лучше. Всего в регионе числится более 380 рыбохозяйственных водоемов, а 22 находятся в резерве, то есть замороопасные. Более четвертой части всех водоемов региона закреплены за природопользователями-арендаторами. Они, по словам сотрудников инспекции, обязаны проводить противозаморные мероприятия.